Лыжная семейная эстафета состоялась в Березовой роще, где на протяжении многих лет проводятся соревнования по лыжам. 15 команд приняли участие в состязаниях, тройка лучших получила медали, но грамоты участников и специальные значки были вручены всем. Наша съемочная группа пожалела, что не захватила с собой лыжи, но свою долю впечатлений и хорошего настроения получила и она. Бывает место рыбное, а бывает лыжное. Именно такое здесь, в Березовой роще. Чтобы кататься было легче, снег выравнивают и прокладывают лыжню. Любители зимних видов спорта ловят каждый морозный денек. На призыв принять участие в лыжной эстафете «Папа, мама, я» откликнулось 15 семей. Спортивный опыт у всех разный. Юра Кузьмин занимается лыжами второй год и видит в этом только полезное. Белаешь на свежем воздухе, все мышцы работают, дыхательные пути разрабатываются. По правилам в команде по три участника, но не в каждый классический состав. У кого-то, как у семьи Обликимовых, вместо папы старший брат. Именно за него и болеют младший и мама. Артур! 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 Давай быстрее! Каждый участник этой команды – сильное звено. Ритм задал самый маленький, но довольно опытный лыжник Артемий. Я думаю, что я просто очень сильно стараюсь и много тренируюсь. Судья Владимир Бычков не может удержаться и болеет за каждого. Он уверен, что лыжный спорт с каждым годом становится все популярнее. Лыжный спорт идет, 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 набирает темпы. Тем более после Олимпиады, где наши ребята блеснули, показали. Я думаю, что родители поведут и секции, и сами примут активное участие в этих соревнованиях. В этих и не только. Будут условия, и спортсменов станет больше, считает директор городского центра спорта Александр Клочков. Хотелось бы, чтобы мы эту трассу сделали хорошую, все-таки освещенную, чтобы люди... А есть перспектива? Перспектива есть, конечно. Это 250 га, по-моему, насколько я знаю, вот этот лес отдали муниципалитету. Девизом соревнований выбрали слова «бросай куриц, вставай на лыжи». Здоровый образ – залог успешной жизни, считают организаторы. Погода, смотрите, какая хорошая. Мороз и солнце, как у нас, да, день чудесный. Что дома сидеть? Надо... Трасса хорошая, лыжня, снег есть еще, да, надо кататься. Пока судьи считали очки, все желающие могли погреться горячим чаем с сушками. Еще одна маленькая прелесть соревнований на свежем воздухе. Победители же наградили медалями, хотя в этот день без призов не остался никто. Каждой команде вручили грамоту и специальный значок в память о сегодняшнем дне. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.